так друзья всем привет снова в эфире заезжаем на паром нахожусь я сейчас в польше это город свиноустье едем в швецию а Так, получается, право и задним ходом на паром. Там машинки ожидают заезда, подождем. Так, получается, право и задним ходом на паром. Заезжаем, первый раз на пароме. Так, нахожусь в койте, немножко кто-то скачает. Вот такая вот каюта. Тут у нас комната, туалет, душ, умывальник. Включайся, душевая, туалет, умывальник, зеркальце, вешалка, две кровати. Ну, я здесь один, я так понимаю, это если экипаж. Окошко выходит на нос корабля. Тут я его уже немножко под... Сейчас можно подпортиру. Нет, у нас две стороны, грязные. Еще два часа и будем в порту. Там мы сейчас едем с парома. Часа полтора надо будет доставить паузу. И все. Ну и километров 300, может чуть больше, до выгрузки. Вот такая вот ситуация. Езжаем с парома. На пароме я стоял 8 часов 48 минут. А до парома стоял час 36. То есть получается 9 почти, час 36. Это нам полчаса до стоять надо. Ну, чуть больше час постоим. Потому что два раза разрешается сорвать паузу. О, поехали. Так, я себе запишу. 8,48. 8,48. 10 минут я заезжал на паром. Соответственно, у меня еще есть 50 минут, чтобы найти стоянку. 4,5. 20 минут. 4,5. Продолжение следует... 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 еще пауза 45 минут и все и у нас будет защита на 11 часовая пауза сорвали мы ее только два раза при заезде на паром и съезде с парома в нормативы вложились а потом у нас будет уже открытие смены швеция и едем 311 километров до загрузки поехали мы на выгрузку 320 километров выгружаться уже будем мы завтра швеции я первый раз первый раз посмотрим это вес на паром с этой стороны да по идее терминалы канала здесь будем заезжать если мы будем отсюда уезжать с правой стороны девятнадцатая тридцатая надо туда здесь тоже большой терминал то есть мест много а у есть 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 а а есть есть богом А, кстати, в Швеции оплата дорог производится виньетой, так как во всех странах Benelux. Это Дания, Голландия, Люксембург и Швеция. Виньеты у нас также имеются в Эстонии, в Прибалтике. Литва, Латвия. В Эстонии, кстати, я не был, но я думаю, что тоже Виньета. Въезд закрывается, чуть-чуть не успели, закрывается переезд. Посмотрим, какие тут поезда, что это будет идти, трамвай, поезд или что, троллейбус. Так, рацию включим, я так понимаю, как и во всех европейских странах 28-й для поляков. Поверните направо. Быстро откроет шоу-баум после поезда. Быстро. Ну и в принципе, я только минуту постоял. Вот, закрытие до открытия шоу-баума. А, красный. Поехали. Сейчас выйдем с населенного пункта, выйдем на автостраду. И поедем. С круговым движением съедьте, используя второй съезд. Используйте второй съезд. Используйте второй съезд. 149. Это с учетом, если мы 320 км возьмем за 4,5 часа без паузы. Но не знаю. Смотрим, какая там будет автострада, как все будет идти. Нет, то сделаем еще паузу. 45. И доедем. 30 ограничений, а дальше 50. Всегда интересно в новой стране. А тем более, как бы, я и паромом первый раз всего лишь. Ну, первый раз был. И всего лишь первый раз. Шведская деревня. Тоже все ухоженно, чистенько, аккуратненько. Много камер на скорость стоит. И не только в населенных пунктах, но и по трассе. Но все населенные пункты, которые такие небольшие, и немножко в стороне дома находятся от дороги, ограничений стоит 90. Вы приближаете до пустыневой скорости. Вообще скажу, первое впечатление хорошее. Чисто, аккуратно. Дороги хорошие. Даже вот если двухполосочка обычная, то аккуратненькая, ровненькая. Пейзаж красивый, природа. Леса, поля. Хорошо. Мне нравится. Ваши. Продолжение следует. Существует. Пусто, даже вот здесь для магазинов стоянка пустая вся. Людей не видно. Время 3 часа дня. Время 3 часа дня. Штрафы тут серьезные. Ну или люди дисциплинированные, ответственные. Очень часто замечаю, у них сцепки длинные ходят. Вот паровозы такие. И много таких машин. И с холодильниками, и с тентами. Вот лесовоз такой длинный. А это у нас спереди трактор тянется вроде как. И не съезжая, здесь кармашки пропустить мог бы. Хотя бы возле вот с остановок. Так и едет. И мы сейчас так гуськом, гуськом. Со скоростью 20 км в час за ним. Кстати, еще спереди идут 3 фуры. По длине посмотрим, чего они. Первая Вольво стандартная. Там Мерс стандартный. А вот дальше Вольво идет, наверное, длинная. Да, длинный паровозик. Вы приближаете. Так, машинку. Вот, вот, вот. Тарактор. Аккуратно. Доброе утро. Спасибо. Успеешь. Давай, давай, газу, газу, газу. Красавец. Так, выгружаюсь. Привез такие пеноблоки. Тут целлюлезный завод, комбинат. Походу строить будет еще что-то. Выгрузка была. То есть загрузка была сзади. Через ворота выгружаем сбоку. Вот таким краном. Не краном, а трактором. Все. Работа начинается. Правда, еще нету у нас заявки на обратку. Всем привет. Так, в Швеции находимся. Выгружаемся. Ну, таким погрузчиком немножко времени займет, конечно. Он потихонечку, аккуратненько ездит. Ну, ничего. Главное, что мы на месте. Тоже молодцы. Привели нас. О, приехал рабочий на территорию проходной. Забрал меня, легковые машины и провел. И получается, ну, всегда на месте. Потому что так бы я, наверное, бы не доехал. Ну, ничего. Все хорошо на месте. Ну, все. Меня выгрузили. Документы подписал. Созвонился с шефом. Сказал, возвращаемся пустые. 320 километров мне до порта. Опять возвращаясь в порт и штат, и штат. Не знаю. И едем опять на свиноущее. Пустые. Мы с этого завода, так как нас сюда и пригнали. Потому что здесь как бы стройка, смотрю, ездят эти каких цементовозы. Они ездят по кругу, походу. А я все-таки поеду так, как я приехал сюда. Вот здесь материал, который я привозил. Блоки такие с пеноматериала какого-то. Все машины уходят с длинными прицепами. И лесовозы, и бочки. Практически все здесь. Длинномеры. И прицепы, которые тоже высокие. Меги такие. Обычных европейских сцепок очень мало. Так, 316 километров до порта. Ну, вчера я до 4 часа и 7 минут приехал с порта до выгрузки. То есть, если все хорошо, то 4,5 часа мне сейчас тоже должно хватить. Тоже бочка идет. И в любом случае тоже будет с прицепом. Да, все как я и говорил. Они все здесь такие длинненькие. Так, ну сегодня не так ветрено, как вчера. Не знаю, как там сегодня ситуация в порту с отправлениями. Ну, заедем, посмотрим. В любом случае, мы только начали смену. Возможно, нам смены хватит загрузиться на корабль. А паузу уже сделаем. Корабль плюс порт в Польше. Заезжаем, ребят, на паром. Наш билет. Здесь немножко по-другому. Не так, как со стороны Польши. Тут дается тоже такой билет. По нему выезжаем. Паузу я еще не срываю. Я еще рабочую смену работаю. Я в рабочей смене успеваю зайти на паром. У меня было 3 часа сейчас на парковке. А 3 плюс 9 разрешается на пароме делать. Так, будем заезжать опять задом, как и в прошлый раз. Вот выстраиваются коллеги. И задом будем заталкиваться в паром. Паром полония линии унитилайн. Получается, если бы у меня время закончилось, тогда бы я заезжал уже срывая паузу. То есть была бы пауза, срыв паузы, паром. Ну, а так у меня еще есть 1 час 20 общего даже. Соответственно, я закрою смену на пароме и включу символ паром. И если я отстаю меньше 9 часов по прибытию в порт Польши, тогда я просто съеду и достаю оставшееся время. На пароме разрешается делать 3 плюс 9. Ну, то есть 9-часовую паузу, с учетом, если до этого смене днем было 3 часа непрерывной паузы. У меня 3 часа есть на стоянке, даже больше там 5 получилось. Тут у нас легковые заезжают. Второй ряд, смотрю, уже загружен, а мы в нижний опять в трюм. Первая палуба, первый этаж. Задом. Зато выезжать простенько. Мне понравилось с паромом ходить. Сбываясь мечта. Этот побольше вроде бы, чем тот, на котором я плыл. Покруче. Тут есть верхняя палуба, можно выйти. Тут есть несколько кафе, магазин. Тут даже дискотека есть, ребята. Так что так. Плывем ночи, соответственно, выспимся, отдохнем. Завтра у нас на 12 часов уже есть загрузка. Завод Bridgestone. Не знаю, наверное, колеса, резина. Обрешетка, в принципе, у меня вся на месте. Подъезжаем. Мы через машинку. Командуют влево, вправо. Там их несколько человек. Скоро прибываем. Уже прям какой-то рядышком. Совсем рядышком. Находимся возле машины. Вот так вот узенько машинки стоят друг к другу. Через полчаса прибываем. Пауза у меня 9 часов открутится здесь, на пароме. Три было перед паромом, 9 на пароме. Соответственно, вся пауза засчитывается, как... Ой. Ох, ё-моё. Посмотрим. Что у нас в сети? 24.0, 24.2, 24.4. Сейчас без восьми минут должна быть пауза уже. Телефон. Нет сети. Железо не пропускает сигнал. Загружайся. Все, выезжаем с Тарома. Смену я открыл, сразу начиная работку. Уже есть две минутки на молотках. Слева стоят. Слева стоят. Сейчас въеду на парковку, схожу в магазин. Тут бедронка есть. На всякий случай, потому что не знаю, куда я буду грузиться. Ну, а я к нему в машине своей попасть. Кстати, вчера меня рулевой рулил. Первый, который оттуда показывал, куда рулить, именно рулем. То есть показывать влево, значит руль влево. Показывать вправо, значит руль вправо. А второй, который маневровый, меня здесь принял. Он показывал, куда хвост гнать. То есть противоположную сторону совсем показывал. Мы друг друга сразу не понимали, что он от меня хочет. Он мне показывает туда. Я руль туда, он говорит, нет, хвост. Ну, паром польский. Мы здесь все друг друга понимаем. Я стою. О, паром польский. О, паром польский. Вот с этим перевозчиком Unity Line мы ходили и туда, и назад. Ну, этот паром, конечно, гораздо получше, чем предыдущий. Здесь грузопассажирский. Там был чисто грузовой. Здесь, получается, и легковые машины, и просто пассажиры. Тут кафетерии, магазинчики. Кухня совсем другая. Но, правда, здесь я уже был с коллегой вдвоем в каюте. А там один. Какие? Этот стоит на реставрации, это понимаю. На ремонте нету стекол. Так. Смена у нас открыта. Две минуты уже работы идет. Выезжаем на стоянку и идем в магазин. Там еще один корабль как раз разгружается. Мы, получается, выходим в два канала. А это стоят в ожидании на погрузку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...